А зачем нам с собой бороться? Я почувствую комфорт. Дмитрий – военнослужащий вооруженных сил Украины. За последние полгода мужчина неоднократно был на фронте. А теперь решил прийти к психологу, чтобы разобраться в себе. Проблема в том, что никто с психологом разговаривает не будет. Все стесняются, а с кем еще поговорить. Другие слушать не хотят. Так что психолог – это нормальный выход из ситуации. Мария – профессиональный психолог. С военнослужащими работает второй месяц и отмечает тенденцию. Они стали чаще обращаться за консультациями. Говорит по статистике, каждый второй армеец нуждается в психологической помощи и поддержке. Моя основная задача – это помогать людям ликвидировать негативные последствия и изменения психики во время войны. Так как война наносит очень большой урон для психики человека, каким бы сильным он ни был, в любом случае на психике это отражается. Особенно на психике военных, на людях, которые пережили бомбардировки, люди, которые были в плену, которые насиловали, над которыми издевались. И моя задача – помогать конкретно военным и их семьям. Кроме консультаций у психолога, тут также можно получить юридическую помощь. Бесплатные консультации психологам и юристам проходят на базе общественной организации «Наша Вильна Украина» в Запорожье. Данная общественная организация была создана для юридической помощи военным и их семьям в получении льгот, в помощи, если не дай бог кто-то погиб, оформление документов, забрать тела. Также мы оказываем нашей организации психологическую поддержку и реабилитацию. Активно работаем с теми, кто вернулся из плена, потому что им как никому нужна помощь. Все услуги нашей организации абсолютно бесплатны. Услуги смогли организовать за счет финансирования организации неравнодушными запорожскими бизнесменами. Наша организация содержится за счет добровольных пожертвований запорожских бизнесменов, которые с первого дня полномасштабного вторжения пошли воевать и которые поняли жизненную необходимость нашей деятельности здесь, в прифронтовом городе. За два месяца работы общественной организации, юридической консультации и психологическую помощь получили около полусотни военнослужащих и их семьи. Анастасия Волкова из Запорожья для телеканала Freedom.